Всем привет! Сегодня хотел бы с вами поговорить про такую рабочую лошадку, по моему мнению. Такой дистрибутив Linux, как с Ubuntu. Итак, встречайте, к Subuntu 16.10. Почему-то везде OpenNet, различные такие ресурсы. В первую очередь заговорили об Ubuntu 16.10. Много срачей, много багов, много глюков, обещания с оптимизацией, а про к Subuntu все молчат. Знаете почему? Потому что ей все тихо пользуются. Это тот дистрибутив, который устанавливают для того, чтобы работать. Здесь меньше всего перделок, свистелок. Народ, который пользуется Ubuntu, не надо меня бить кирпичами, я сам ей пользуюсь. Не говорю про нее в таком тоне, как с Ubuntu, по той причине мы еще пока не знаем, что будет, когда вместо LXDE будет LXQT. Может все будет еще похуже. А вот к Subuntu дела предстоят очень неплохо. Здесь, по сути всего, все последние изменения, начиная с XFSE 4.8, прошли как-то безболезненно. Каждую версию встречали с любовью. Они здесь не выходят каждые два месяца. Они сейчас с собой целый багажник багов. Все работает очень хорошо. Не исключение версия 16.10. Вы можете свободно на нее обновляться, несмотря на то, что пакетная база здесь от Ubuntu 16.10, которая, скорее всего, не очень будет стабильной, по той причине, что это переходные релизы, приближающиеся ближе к Unity 8. Уже страшновато звучит, да? Особенно те, кто видели Unity 8. Тут же все по-старому. Очень простой, приятный рабочий стол. От того ужасного интерфейса, который был в XSE 4.8, практически ничего не осталось. Все как-то стало миловидно, приятно. Итак, начнем с того, что здесь у нас ядро 4.8, которое принесло нам поддержку более нового оборудования. Появился и единый универсальный драйвер для видеокарт Intel. Это касается тех, у кого видеоядро. Центр приложений Ubuntu, он же гномовский, так как центр приложений, который был в Ubuntu до версии 16.04, закопали последняя его версия. Последний раз он развивался при версии 13.10. Увы, похоронили его, да? Systemd 231, MESA 12 здесь, XSE 1.18.4. Обновился LibreOffice пакет, который уже собирается лишь на GTK 3. Ну и полностью массовое обновление программ. Так, в самой Subuntu мало что изменилось. Программное обеспечение все тоже. Гимпа не вижу. Жаль, что, видимо, они его убрали, потому что, если не ошибаюсь, гимп был. Ну, как видите, он сплыл. Без него их будет хреновато. Так, набор игр минимальный. Никому, в принципе, не нужно, кому надо тут Steam поставить. Здесь у нас архиватор, калькулятор, блокнот, программа для записи CD-дисков. Ее все меньше начинают, видимо, использовать. И, как говорил, у меня и CD-ROM-ы нет. Поисковая система, снимок экрана. Далее у нас здесь Transmission, веб-браузер Firefox, Pigeon, почтовый клиент, Underbird. Замечательный почтовый клиент. Кому надо настроить почту. Очень просто все это настраиваться. Не надо ни сервера прописывать эти, ничего не надо, все само подхватывается. Pigeon, ну, блин, не знаю. Как-то совсем недавно Аську себе подключал. Ну, не с кем мне там поговорить, если честно. Не с кем. Хотя вещь замечательная. Что еще там можно подключать? Не знаю. Может, какие-то там конференции по другим протоколам. Так применения не нахожу. Проще уже, если у вас 64-битная система, установить себе Viber, Telegram, я знаю, появился. Вроде бы WhatsApp. Так что вы будете на одной волне с кисами гламурными на MacBook'ах и с ботанами, и тпшками, и гопотниками со своими андроидами. Ну, вы поняли. Все на одной волне. Нет такого, как раньше. Каких-то клиентов не хватало, или какие-то левые протоколы, когда все линуксоиды были на одной волне. И бывало, даже с товарищем на винде не могли переписаться, кроме как через браузер. Теперь есть все. Что хотите там, то и делайте. Никаких проблем. Так. Мультимедиа у нас. Такое ощущение, как будто они тут немножко все это дело подрезали. Убрали музыкальный плеер. Поставили чисто. Он же видео, он же. Ой. Ой, что-то они тут не то. Ну... Перехвалил, на. Ничего, конечно, страшного в этом нету, но... Примитивный плеер. Раньше был здесь нормальный плеер. Не зря я подметил, что пропали некоторые программы. Тут же гимн пропал. Видимо, решили они кое-что подрезать, чтобы больше чего-то влезло в сам дистрибутив. Я не думаю, что данный медиа-плеер вас разочарует как что-то очень простое. А что-то более сложное, какой-нибудь там видеоплеер, покруче см-плеер или влц, или там аудио какой-то, либо плеер, вы без проблем установите. Так, здесь у нас... Ну, естественно, настройки. Здесь настройки довольно удобные. все можно, в принципе, настроить без всяких проблем. Можете нажать сюда, у вас будет тут единый центр настроек, где вы экран настроите, менеджер питания. Вот здесь мы можем драйвера подключить нужные. Представляете, я до сих пор не знал, что Ubuntu Studio перешла под XFSE. Это о чем-то говорит. Как я и говорил людям, которые занимаются каким-то либо творчеством, независимо, пририсовывают ли они на фотографиях кому-то писюны или там рыгают в микрофон. В любом случае, никто не хочет отдавать свои ресурсы машины, просто черт знает на что. Снова камень в сторону Unity. Пытался я неделю им попользоваться. Да и после смерти Monoblock'а первое, на что я перешел, это было Ubuntu 16.04. Ну, не смог, ну, не могу я просто. Жалко мне всего. Жит, я вообще не могу я ни метра. дать просто на какую-то хрень. На тени какие-то жирные. Тут понятие и тени есть, и все выглядит как-то нормально. Ну, пошустрее это все работает. Так, образование. Ну, сюда какая-то часть от LibreOffice всегда пихается. Ну, здесь у нас LibreOffice, просмотр PDF-ок. Ну, тут система диспетчера задачи. Мы сейчас в эмуляторе, поэтому нам ничего там такого толкового не покажет. Из гигабайта, что я выделил, пожирается 50%. То есть, полгига оперативной памяти уходит. Ну, ЦП вы видите, одно ядро выделено. На счет XFSE. Версия, как я и правильно думал, у нас здесь все та же. 4.12. Не спешат они обновлять. на что-то более такое турбо-свежее. Да и, в принципе, успех данной оболочки заключается в том, что стабильность, еще раз стабильность. А теперь я вам покажу секрет говносборок. Как хороший дистрибутив, добавив пару пакетов, превратить в новую, уникальную операционную систему. вы заходите сюда, панель, параметры панели. Так. Сейчас, секунду. мы делаем по-другому. Смотрите, я уже забыл. вау. И я готов, ребята, представить вам Леша Оз. У нас теперь полностью форк Windows, у нас есть меню пуск, снизу есть панелька, все, все. А еще нужно обои поменять. Можем поменять обои. вот такие сюда поставим. Ребят, ничего не напоминает какой-нибудь там есть Light OS, всякие вот эти говно-сборочки, ничего не напоминает. Вот, все, новейшая операционная система. тут значок мы можем поменять. Нажимаем. Сейчас что-нибудь выберем. Все, все, видите, Debian. Все, натуральный, новый Debian, понимаете? Новый Debian. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Буду собирать все это в образ и распространять. прикреплю кнопку донат и заработаю кучу денег. Поеду отдыхать в Крым. На этом все. Спасибо за внимание.